доброго всем готовим пудл порк и пудл биф звучит то как или по-нашему рваная свинина и рваная ховядина у нас это любимое блюдо детей на перекус в школу даже несколько дней подряд сэндвич с пудл порк главный желанный обед в школе ну конечно пока он не закончится в холодильнике родилось это блюдо в сша как начинка для тех же бургеров и сэндвичей точнее родиной рецепта являются южные штаты но начинка фастфуда не единственное использование рваной говядины и свинины паста пицца пироги тоже далеко не полный список того куда ее добавляют а представляет собой очень долго запекаемый кусок мяса от 6 до 14 часов который от этого распадается на волокна как правило ему помогают вилкой или специальными когтями как у росомахи из мира marvel есть это мясо потом можно одними губами настолько нежно а благодаря методу приготовления все соки остаются в мясе мы сразу готовим два вида рваного мяса и свинины и говядины свинина будет мягче и сочнее зато говядина будет вкуснее и сок насыщен специи и ингредиенты соуса относятся уже к классическим американским вы можете внести в них изменения по своему вкусу как вам заблагорассудится для начала мы будем мариновать мясо сухим маринадом для этого мы берем два с половиной три килограмма свинины на кости желательно на косточке мясо вкуснее а подойдет любая мясная постная часть то есть не жирный с достойной толщиной мяса от 5 сантиметров и более я взял у труб ноги с круглой костью в средине тот же приблизительно весь говядины тоже на косточке не так называемая отбивная спинная часть на реберных косточках специи как в южных штатах равные доли по 2 столовых ложки паприки сахара сушеного молотого чеснока и лука чуть больше 3 ложки соли чуть меньше по 1 ложки горчичного порошка черного перца и порошка или хлопья в чили из них соль сахар и что-то красное порошок из перца обязательно остальное вы можете добавить убрать увеличить уменьшить на свое усмотрение для начала смешиваем все специи соль с сахаром в одну массу пока будем подготавливать мясо они немного насытятся друг другом паприка и чили одно из двух или оба сразу как я говорил обязательны это и вкус это и запах учили божественный аромат больше чем у паприки но для кого-то это будет остров хотя остроту на такое количество мяса может почувствовать только привередливый и цвет конечно молотый лук и чеснок мы делаем сами сушим а затем перемалываем до состояния порошка очень ароматно за счет концентрированности вкус пройдет до самых дальних кончиков волокон а затем будет сухая горчица сухая горчица во-первых размягчает мясо вы можете натереть ее примеру жесткую говядину на следующий день ее жарить парить она будет мягче чем если бы вы этого не делали а кроме того это пряный и приятный вкус не зря приправа в топ по популярности использования к мясу в мире затем черный перец это у нас популярный уже аберригент специй и соль и сахар они как я говорил обязательны хотя кому-то покажется сахар странно а сахар это и привкус сладко не будет а вот вкус обязательно и цвет красный цвет при добавке сахара в мясе сохраняется оно не будет бледного цвета ну и конечно все перемешиваем до полного растворения специи друг другу теперь беремся за мясо свинина трудов будет немного необходимо срезать толстый подкожный жир когда будем запекать жир растопится потом будет жирный соус не желательно и кроме того в месте где жир специям сложнее проникнуть в толщу мяса а чем толще мяса тем она будет сочнее жир возле косточки не трогаем вообще жир возле кости и межмышечный всегда дает вкус прекрасный вкус мясо в отличие от подкожного жира или нутряного хотя последний все-таки иногда стоит использовать его вкус своеобразный концентрированный но это уже в других рецептах а нам тут костный жир не мешает проникновению специй затем сразу натираем мясо специя необходимо не просто посыпать а натереть и даже втереть везде в каждую щелочку нежно но с нажимом получается красивый кусок багровый из такой пахучий и ароматной корочкой перекладываем мясо форму запекания в ней она будет мариноваться в ней она будет запекаться и переходим к кладбище и натереть и добавляем подкожный жир без фанатизма просто открываем мясо с жира тут все-таки меньше тоже не трогаем жир возле косточек и сразу натираем также нежно с любовью ведь мы хотим чтобы и мясо Натираем тщательно со всех сторон во все межмышечные разделения. Затем перекладываем в форму для запекания. И где оно будет мариноваться. Присыпаем сверху остатками смеси. Вот наши куски готовы к маринованию. Это уже аппетитно выглядит, а пахнет замечательно. Мариновать будем от 12 до 48 часов в холодильнике. В самом холодном его месте. Как правило, это ближе к отделению морозильника. Мы мариновали сутки, достали мясо из холодильника. Оно немного дало сок. Зато специи пропитали всю толщу куска задуманным нами вкусом. Сок нам пригодится. Он не выкипит весь. Затем он будет основой соуса. Поэтому мы и мариновали в той же форме, что и будем запекать. Помещаем куски в духовку. Можете закрыть фольгой, можете не закрывать. Дело в том, что температура будет от 120 до 125 градусов. При ней мясо не зажарится до грубой корочки, а сок никуда не выкипит. Даже если сбежит форму. Запекать мы будем 12 часов. Можно запекать меньше, 2 часа на каждый килограмм при температуре 150. Тогда будет быстрее, но мясо чуть грубее. Когда мясо запечется, нам потребуется сделать соус барбекю. На 4-6 килограмм мяса потребуется соус из ингредиентов. Уксус 3 стакана. Горчица острая или дижонская 2 стакана. Кетчуп стакан. Сахар 2 трети стакана. Чеснок зубчика так 4. Соль и каенский перец по 2 чайных ложки. Черный перец 1 чайная ложка. Это по классике. А по вашему можете что-то убавить, прибавить. Но вот обязательно ингредиенты. Уксус, горчицу, кетчуп и сахар обязательно оставьте. Хотя как по мне тут все обязательно. Можно разве что изменить пропорции. Хотя от добавок этот соус тоже думаю не особо будет возражать. Прошло 12 часов. Я во сне просыпался от запаха. Хотя кухню закрыл. Этот божественный аромат жареного мяса сопровождал всю ночь. Хотелось встать и пойти попробовать. Но есть такое правило. Духовку не открывать. Иначе небольшая температура в 120 быстро упадет. Сливаем жидкость после запекания. Там немного жира. Мы большую часть срезали. Зато сок хоть пей. Вкус в аромате чувствуется. Начнем готовить соус. Для каждого вида мясо свой. Соки все-таки отличаются. Засыпаем в сок от свинины половину приготовленных специй. И соусов. Чеснок выдавливаем. Ставим на огонь. Доводим до кипения. И варим 10 минут. С соком от говядины поступим аналогично. Пока варился соус мясо постояло. Ему вообще необходимо дать постоять где-то минут 10. Может чуть более. Любому мясу после жарки целым куском надо дать отдохнуть. Тогда соки, которые ушли от краев к центру. Те, что не успели сбежать в форму. Равномерно распределятся по всей толщине. И начинаем его рвать. Вилками. У нас ведь рваное мясо. Кстати, его второе название. Долгая свинина или долгая говядина. С этим тоже понятно почему. А пока будем делать мясо рвано. Одной вилкой придерживаем. Другой отделяем волокна. И так весь кусок. Это кажется единственный трудоемкий процесс во время приготовления. По недолгах. Свинину мы взорвали. Кость удаляем. Она сыграла свою роль. Получилась такая воздушная мясная масса. Корочка есть на каждом волокне. При этом она не грубая. Зато у нее свой вкус. Теперь добавляем в массу соус барбекю. Вымешиваем тщательно. Аромат стоит божественный. Уже хочется приложиться к этому мясу. Кстати, благодаря кисло-сладкому соусу. Хоть уксуса может показаться было много. Но на вкус он не будет чувствоваться. Поверьте. Благодаря этому соусу мясо может храниться в холодильнике хоть неделю. А при необходимости его можно даже заморозить. И разогреть когда необходимо. На вкусовых качествах это не скажется. То же самое проделываем с говядиной. У нее корочка пожестче. Но тоже не запеклась до совсем жесткой. Зато говядина имеет свой насыщенный вкус. Даже корочка тут своя первоклассная. Говядина проще разделяется на волокна. Не тут выражений. Отделяем косточки. Реберные. Проверяем, все ли мы хорошенько порвали. И добавляем соус. У говяжьего сока и соответственно соуса свой непередаваемый вкус. Он благороднее, чем свиной. Перемешиваем. И на этом все. Наш пудл порк и пудл биф готовы. Они еще парят. Запах прекрасен. Так и хочется прямо сейчас это начать есть. И вас ничего не ограничивает. Даже просто положите эту мясную массу на кусок хлеба. И будет чудесный сэндвич. Кисло-сладкий, насыщенный вкус мяса. Не острый, но пряный. Просто образец фастфуда. Покажется, что долго готовили, но труда немного. А полуфабрикат в виде готового мяса может храниться долго. И всегда быстро из него можно что-то приготовить. Хоть сэндвич, хоть бургер. Мы расскажем в следующем видео о классическом бургере из него. Или просто добавьте в отварные макароны. Куда там макаронам по-флотски. Или добавьте в виде мясной составляющей пиццы. Кстати, классическая американская пицца, буффало, готовится из такого мяса. Только соус немного другой. А иногда и совсем другое. Но мясо именно это. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...